Здравствуйте! Ну вот и всё. Последний раз из этой студии мы расскажем вам о том, чем запомнился уходящий день. Меня зовут Павел Фитилёв. Это заключительный выпуск программы «Новости телеобъектив». Смотрите, о чём пойдёт речь сегодня. Смотрят прямо в сердце о том, зачем ретро-трамвай на улице Волжской на время отдали в распоряжение медикам. В репортаже Кристины Трушиной. Они смогли подарить тепло родного дома. В Саратове прошёл форум приёмных родителей с подробностями Надежды Новикова. Дорогу молодым сегодня в Саратове подвели итоги конкурса «Молодой предприниматель-2017». С лучшими пообщалась Динара Дусалиева. В Центральной России ночные температуры перейдут в нулевую отметку. Подробности в рубрике «Прогноз погоды». Оно не камень. Сегодня Всемирный день сердца. Как правило, к этой дате приурочено множество мероприятий. Их главная цель – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Они, по данным медиков, остаются одной из главных причин смертности россиян. Чтобы саратовцы внимательнее относились к своему здоровью, на улице Волжской сегодня прошла специальная акция. Специалисты проводили обследование всех желающих. Какие выводы сделали врачи, узнаем у Кристины Трушиной, она тоже побывала в импровизированном медицинском кабинете. Трамвай «Семён» на улице Волжской сегодня, пожалуй, напоминает кардиоцентр в миниатюре. Хотя сложного оборудования сюда, конечно, не привезли. Медики всего лишь консультируют горожан. Ради того, чтобы саратовцы проверили здоровье своего сердца, специалисты на время сменили свои кабинеты на ретро-вагон. Наше мероприятие посвящено Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября ежегодно, для того, чтобы привлечь внимание населения к своему здоровью. Чтобы люди задумались о том, что всё-таки сердце – это наш важный орган, и мы сами себе не вредили. Потому что, изменив свой образ жизни, можно предотвратить 80% случаев развития инфаркта и инсульта. В импровизированном медицинском кабинете проверяют несколько показателей – артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови. По словам медиков, эти параметры – одни из самых важных. А тех горожан, у кого обнаружили проблемы со здоровьем, направляют на специальное обследование и дают нужные рекомендации. Есть барьер – врач-пациент, стол, кабинет, халат, стол между ними стоит. Вот в таких условиях вот этот барьер, он снимается, и людям проще обратиться, не надо там идти, записываться, чего-то ждать. Помимо профессиональных врачей, сотрудников областного кардиодиспансера, на акции работают также и волонтеры, и студенты медицинского колледжа. Они предлагают всем желающим заполнить специальные анкеты. Помимо этого, специалисты рассказывают о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ведь инфаркты и инсульты по-прежнему лидируют в причинах смертности россиян. Спасибо, это была Кристина Трушина. Она побывала на улице Волжской, где сегодня все желающие могли проверить состояние своего сердца. До прилавка не довез. Ночью в заводском районе произошла авария. На выезде из города газель вылетела в кювет, ударилась в дерево и опрокинулась. Пострадал водитель грузовика. Мужчину зажало в салоне. Чтобы его достать, спасатели хотели разрезать кузов машины, но пострадавший долго не давал это сделать. В итоге мужчину освободили и оказали первую помощь. По словам патрульных, он был пьяный и не удержал руль. Газель была с арбузами, большая часть груза рассыпалась по дороге. Только не надо резать сильно. А машина твоя или арендована? Арендована. Вот именно. Сюда проходи. У меня от нуля не могу вытащить ее. Ты потихонечку, потихонечку, чтобы машину не резать. Ну литра два выпил, нет? Нет, если бля, я литра два выпил, я бы не уехал вообще. Вместо детского дома родной сегодня в Саратове прошел второй областной форум приемных семей. Более сотни опекунов встретились, чтобы обсудить насущные проблемы. Специалисты отмечают, в последнее время детей стали усыновлять чаще. Но есть и те, кто после общения с психологами передумал брать ребенка. Надежда Новикова узнала, почему это тоже хороший результат для сотрудников органов опеки. Внимание они разыскивают родителей. Красивые фотографии плюс отличные характеристики на каждого из тех, кто ищет семью. Сейчас цель российских органов опеки и попечительства найти всем сиротам и брошенным детям родной дом. Это семья, это то святое, то ценное, что вы делаете. Форум приемных семей тепло родного дома в Саратове проходит во второй раз. В этом году число участников выросло вдвое. Более сотни опекунов и усыновителей и полсотни специалистов органов попечительства встретились, чтобы обсудить проблемы. Ольга Скутина одна воспитывает 10 приемных сыновей. Младшему 9, старшему 17. Живет семья в Новоузенском районе. Женщина говорит, тяжелее всего, когда дети болеют. На лекарства уходит по 7 тысяч. А вернуть их, как положено ей по закону, она не может. Есть фельдшер, который не имеет права выписать назначение. А врач не выписывает назначение, потому что она не видит детей. И чтобы у нее взять назначение, должна больных детей за 70 километров отвезти, показать врачу, взять назначение и приехать обратно. А без назначения мне не идет компенсация. За 4 года в Саратовском психолого-педагогическом центре школу приемных родителей прошли 600 человек. Были и те, кто во время учебы передумал усыновлять ребенка. Но для специалистов это тоже положительный результат. 10% людей. Но это колоссальная цифра, потому что в дальнейшем, возможно, это были бы вторичные отказы. Хотя мы работаем постоянно. Мы всегда призываем семьи приемные о том, что у нас 200 с лишним семей стоит на сопровождении. Чтобы не допускать вторичного сиротства, мы постоянно над этим работаем. Задача органов опеки сделать так, чтобы чужие дети стали своими. Недавно в области усыновили девочку с тяжелым заболеванием. В казенном учреждении она не могла даже ходить. А когда попала в приемную семью, сразу встала на ноги. Надежда Новикова, Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив. Лучшие в бизнесе в торгово-промышленной палате сегодня подвели итоги конкурса «Молодой предприниматель-2017». Он проходил в рамках федерального проекта, который второй год реализует в нашем регионе. За это время сотни молодых людей обучили азам коммерции, открыты десятки новых дел. А сегодня награждали самых успешных. Чем занимались молодые бизнесмены, ставшие лучшими, узнала Динар Дусальева. В зале только лучшие. Сегодня в торгово-промышленной палате подводят итоги конкурса «Молодой предприниматель-2017». Его цель – популяризация предпринимательства в молодежной среде, повышение мотивации для массового вовлечения молодых людей в бизнес. Подобные конкурсы, как «Молодой предприниматель России», региональный его этап, выявляют наиболее эффективные и успешные бизнес-практики среди молодых предпринимателей возраста 30 лет и дают стимул для совершенствования бизнеса, а также стимул для того, чтобы иные молодые люди, стремящиеся вести свое дело, понимали, что государство действительно уделяет внимание поддержке талантных молодых предпринимателей. В этом году на конкурс было подано 35 заявок. В прошлом, в 2016-м, претендентов было меньше. Участниками могли стать граждане, проживающие на территории Саратовской области, в возрасте от 14 до 30 лет, которые являются индивидуальным предпринимателем, учредителем юридического лица и обязательно зарегистрированными в нужных органах. По итогам жюри определило пять победителей. Их по номинациям «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года» и «Личный вклад». Я занимаюсь перепелами, развожу бройлеров, цесарок, индюков. На этом я сделал свой акцент. Почему именно на этом? Ну, просто родители занимались этим. У меня мама занималась, цесарок вела. Живу в деревне. Впервые право на реализацию федеральной программы «Ты предприниматель» Саратовская область получила в прошлом году. В рамках ее реализации и проводился конкурс «Молодой предприниматель». За это время о замкоммерции было обучено более 500 молодых людей. Создано более 60 субъектов малого и среднего бизнеса. Победители сегодняшнего конкурса будут представлять Саратовскую область во всероссийском финале, который пройдет в Москве в декабре этого года. Спасибо. Это была Динара Дусалиева из Торгово-промышленной палаты, где подводили итоги конкурса «Молодой предприниматель-2017». Выйти за рамки привычного и отправиться в церковь, чтобы пройти квест или пуститься в пляс, несмотря на солидный возраст. В эти выходные у саратовцев будет масса возможностей отдохнуть необычно. Например, пойти в музей не просто на выставку, а прослушать там курс лекций по искусству. Подробнее о мероприятиях предстоящих выходных в рубрике «Афиша» расскажет Надежда Новикова. Осень наступила, пора идти в театр. К тому же вы можете успеть попасть на последний спектакль в рамках гастролей театра имени Вахтангова. На десерт оставили посвящение Еве. Василий Луновой и Евгений Князев со сцены расскажут полную страстью историю о том, как двое мужчин любили одну женщину. Покемонов, конечно, ловить не разрешат, а вот квест пройти можно православный, третий по счету. Он состоится в храме святого благоверного князя Александра Невского. Организаторы говорят, сначала надо отстоять молебен, а потом будет много загадок. Вот этот квест посвящен Александру Невскому, поэтому, допустим, одна станция – это викторина по житию Александра Невского. Другая станция – это прочитать на церковно-славянском, все-таки как раз-таки из жития Александра Невского. Третья станция – это спеть тропарь. Как превратиться из простого ценителя искусства в настоящего знатока, расскажут в музее Радищева. Здесь вас ждут на нескучные лекции с показом фильмов и выходом на экспозицию. Кстати, можно еще успеть посмотреть пейзажи питерского художника Игоря Петрова. Мы посетим Флоренцию, двор герцога Лоренцо Великолепного и рассмотрим творчество замечательных итальянских художников. Познакомимся с их работами, которые выражали совершенно новую эпоху, новое время, новой стилистике. Я думаю, это будет всем любопытно посмотреть, а кто же предварял появление затем итальянских гений. А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки, готовьтесь петь и танцевать. В эти выходные в городе отметят День пожилого человека. В городском парке обещают большую концертную программу, а в сквере у Докарубин выступит военный оркестр. А это был наш финальный аккорд. Последнюю рубрику афиши для вас снимали Надежда Новикова и Александр Кравченко. Пока. Первая часть выпуска завершена. Будет и вторая. Не торопитесь переключать кнопку канала. Смотрите далее. Илон Маск предложил использовать ракеты для полетов в любую точку Земли по цене авиабилета. Подробнее об этом в других событиях расскажу вам я, Станислав Ивашенко, в последний раз из этой студии в Хронике дня. Ну вот и все. Программа новости Телеобъектив выходит в эфир в последний раз. 1 октября региональное обещание на канале ТНТ прекращается. Ольга Маркова знает, как все начиналось и чем закончилось. Какая погода ждет саратовцев в выходные в последний раз. Расскажу вам я, Александр Новохацкий. Впереди рекламный блок, он пролетит незаметно, и мы вернемся к новостям. Входные двери. Скидки 50%. 93-12-33. В сентябре при покупке кухни Мария в холодильник Hotpoint в подарок. Запомни, сын, чтобы приготовить вкусные суши, нужен отборный рис, который раскроет все оттенки вкуса. И самая лучшая свежая рыба. Ничего лишнего. Это история с Саюри. Для тех, кто ценит качество. Компания Тазер приглашает в новый салон стальных дверей на углу Слоново и Университетской. В связи с открытием дарим скидку 7000 на самую актуальную модель осени, уличную дверь Экотерм. Сеть салонов «Мебель Даром» приглашает вас за покупками. Успей приобрести кровать всего за 1799 рублей. Гостиные от 2799 рублей. Кухни от 7799 рублей. Компания «Вектор Плюс». Все виды кадастровых работ. Телефон 58-55-10. Держите инопланетные сувениры. А что это? Поэты сказали, мне точно пригодится. Подключайте только нужные услуги, чтобы платить за то, что вам нравится. Мне нравится домру. Ульяновские кухни «Трио». Качество на долгие годы. Удобство, комфорт и экономия сил хозяйки. Уникальные дизайнерские решения. Каждый месяц скидки на разные модели. «Бастет» представляет роскошную коллекцию пуховиков «Бальто». Торговый комплекс «Мир» второй этаж. Качество, комфорт, стиль. Совершенство в каждом элементе. Это «Мазда Премиум». Доверьтесь вашим ощущениям за рулем «Мазда ЦХ5» нового поколения. Новый «Мазда ЦХ5». Воплощение идеала. Сон-сон. Спонсор прогноза погоды «Сим Саратов». Воплощение идеала «Мазда ЦХ5» ждет вас в салоне официального дилера «Мазда». Здравствуйте. В субботу, 30 сентября, в день всесветных бабьих именин, в зоне вещания ТНТ «Саратов» облачно с прояснениями и дождь, туман. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. Ночью плюс 4, плюс 8, а днем плюс 8, плюс 11. В Саратове и Энгельсе пасмурно и сыро. Температура ночью 5-8, а днем 8-10 градусов выше 0. Атмосферное давление около 761 миллиметра ртутного столба. В воскресенье теплее и суше не станет. Так что одеваемся по сезону. Ну, а я с вами прощаюсь и всем желаю всего доброго и чаще улыбайтесь, какая бы погода ни была. Пока! Мы снова в студии телеобъектива к новостям со всего мира. Просто богатый человек. Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на расследование фонда борьбы с коррупцией. Его руководитель Алексей Навальный утверждает, что Соловьев владеет тремя квартирами в центре Москвы общей площадью 450 квадратных метров, элитным коттеджем в Подмосковье и виллой на озере Комо в Италии. По данным фонда, дорогое имущество появилось у журналиста благодаря лояльной позиции по отношению к российской власти. Владимир Соловьев ответил, что претензий к нему быть не может. Он не чиновник, а все деньги он заработал, занимаясь бизнесом в 90-е, передает Лента.ру. О других заметных событиях конца рабочей недели, далее в хронике дня, Стас, тебе слово. Добрый вечер, Павел. Скандал гремит, а деньги капают. По данным Форбс, за время так называемой войны с блогерами банкир Олег Тиньков стал погаче на 400 миллионов долларов. Его состояние приблизилось к отметке 2 миллиарда. Напомню, два молодых человека с канала «Немагия» опубликовали ролик, где назвали владельца Тиньков банка мошенником, а кредитный проект объявили маркетинговым пузырем. В ответ Олег Тиньков подал иск в суд, но в начале этой недели отозвал бумагу. В Бельгии разразился необычный скандал. По Брюсселю катается машина с баннером, который предлагает студенткам для решения финансовых проблем завести богатого покровителя, так называемого «сладкого папочку». Подобная программа уже успешно работает в 40 странах, но после общественного резонанса нестандартную рекламную кампанию в бельгийской столице запретили. «Речь идет о чем-то большем, чем покровительство. Это своего рода умственная стимуляция, поддержка для тех, кто амбициозен и хочет получить хорошее образование, сделать карьеру. Это важные составляющие, которые делают мужчину привлекательным в их глазах». Илон Маск предложил использовать ракеты для полетов в любую точку Земли по цене авиабилета. Создатель SpaceX хочет использовать как самый скоростной транспорт возвращаемые ракеты BFR, создаваемые для полетов на Марс. Маск утверждает, что время полета между самыми дальними точками на Земле составит не более часа. Стоимость билета не будет превышать тариф экономического класса обычного самолета. И уже есть пассажиры? Я думаю, первым будет точно Илон Маск. Спасибо, Станислав Ивашенко рассказал нам о событиях в стране и мире. Высокие технологии на страже здоровья. В мире все большую популярность набирают фитнес-трекеры. Специальные устройства фиксируют, сколько вы сделали шагов и потратили калорий. Браслеты стали незаменимыми помощниками спортсменов и тех, кто борется с лишним весом. Правда, ученые выяснили, что подобные гаджеты абсолютно бесполезны. Люди сосредоточились на технологиях, а про борьбу с собственными привычками забывают. Динара Дусалиева узнала, можно ли похудеть, не прикладывая усилий. Здесь я отслеживаю свою ходьбу, бег. Ее умные часы знают, сколько она пробежала километров и потратила калорий за день. Екатерина Ильмушина приобрела так называемый фитнес-трекер недавно. Это устройство, которое мониторит ее физическую активность. Девушка уверяет, браслет делает занятия спортом намного эффективнее. Ей достаточно только заниматься спортом, вернее, просто заниматься спортом. Для этого нужно грамотно подходить к своим тренировкам и очень важно к своему питанию. Благодаря телефону, благодаря, допустим, различным гаджетам, которые у нас есть, нам помогает это не держать в голове очень много форму при подсчете, а помогает приложение, которое считает за нас это все. Фитнес-гаджеты появились в мире пять лет назад. Цена за браслет варьируется от двух до тридцати тысяч рублей. За год рынок фитнес-трекеров вырос наполовину. Если верить рекламным роликам, повесив на руку гаджет, вы станете стройным и здоровым. В этом усомнились американские ученые. Проведя эксперимент, они выяснили, те, кто пользовался умными часами, худели меньше, чем те, кто тренировался по старинке. Они всего лишь могут дисциплинировать человека, поддерживать определенный распорядок дня, вовремя выходить на пробежку, следить за своим здоровьем. Но никакой гаджет не может изменить стиль пищевого поведения человека. И если он будет носить на руке гаджет, но при этом продолжать питаться в фастфуде и пить газированные сладкие напитки, это никак не добавит ему здоровья. Подобные браслеты, уверяют ученые, это еще один атрибут фитнеса для ленивых. Мировая тенденция такова, что штанги и гантели уходят на второй план. В моде теперь так называемые велнос-тренировки и имитация фитнеса, когда человек не прикладывает никаких усилий. За него все делает умная техника. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив. Ну вот и все. Сегодня программа новости Телеобъектив выходит в эфир последний раз. С 1 октября региональное вещание на канале ТНТ прекращается. Причин тому несколько. И главное экономическое. Непростое в финансовом плане время наша компания пережить не смогла. Сказать, что нам очень жаль, не сказать ничего. Фраза дежурная, но она лучше всего отражает то, что чувствует сейчас наш коллектив. Эти без малого 20 лет мы работали прежде всего для вас. Ольга Маркова составила небольшую летопись нашей истории. 98-й год. Маленькое кабельное ТВ и ВК «Солнечный». Новости одного двора, одной улицы, одного района, которые потом внезапно выросли. Это уже чуть позже мы стали называться солидно и красиво. Новости Телеобъектив. А тогда было просто Телеобъектив. Над выпуском трудились 7 человек, а хронометраж не превышал 8 минут. Первый юбилей год отмечали чуть ли не в прямом эфире. Подожди, выключи пока, Юрий. Ты вопрос мне, скажи, какие будут. Я думаю, что по поводу дальнейших планов, Илюша, я не скажу. Ну, остается только пожелать, чтобы и дальше шло в таком же темпе, и даже лучше, и больше, и интересней. Мы росли, рос и штат. Почти два десятка журналистов, несколько ведущих, четыре оператора, три монтажера. Места в небольшой редакции на всех уже не хватало. Это у нас впервые в новейшей истории саратовского телевидения прошли прямые включения. Это у нас появился свой профессор Беляев. Прощай, ТНТ. Александр Иванович Новохадский, драматический актер, никогда и не думал, что будет рассказывать о погоде. Вспоминает на заре карьеры, смотрел на ведущих с высока. Но когда сам попал на ТВ, понял, как заблуждался. На ТНТ Саратов он проработал 12 лет. Сегодня у него за плечами 3228 эфиров. Мне так кажется, что я даже стал больше популярен, чем актеры драматических театров, нашего драматического театра. Потому что постоянно на улицу подходили и что-то спрашивали, что-то подписывали, просили. Ну, потому что телевидение не из телевидения. Это же аудитория не тысяч человек, а немножечко поболее. Итак, «Жизнь на улице», телеканал ТНТ «Саратов», город Саратов. А потом была ТЭФИ. На получение самой престижной телевизионной награды страны наш коллектив претендовал около десятка раз. В разных номинациях. В 2009-м мы с оператором Янисом Айвазовым взяли две статуэтки за фильм «Жизнь на улице». А несколькими годами позже, в 2014-м, бронзовым морфеем отметили и новости телеобъектив. Мы прошли большой путь от маленькой компании, кабельной, на один дом, до лидера саратовских теленовостей. Выпуск телеобъектива вечерний смотрели зрители больше, чем выпуски программы «Время», «Вести» на НТВ. И это были прекрасные годы. До юбилея мы не дотянули совсем чуть-чуть. В феврале 2018 года программе исполнилось бы 20 лет. Но отметить следующий день рождения нам не суждено. Уже завтра новости телеобъектив станут частью истории. За эти два десятка лет состав нашей редакции сменился полностью несколько раз. Если бы сегодня мы захотели в этой студии собрать всех наших бывших коллег, наверняка нам бы не хватило места. Поэтому сегодня тут только те, кто доработал до последнего эфира. Я думаю, что у каждого из нас найдется, что сказать вам, уважаемые телезрители. Мы всегда с вами делились общественно значимыми событиями, а напоследок хочется сказать о личном. Так вот, моя мама теперь не сможет точно узнать, тепло ли я одета. А дочка никогда не скажет, что ее мама работает надеждой Новиковой. Ну а наш операторский коллектив редко появляется перед камерой. Хотелось бы сказать всем коллегам большое спасибо за долгие годы работы здесь. И я надеюсь, зрители еще увидят мир нашими глазами. Меня всегда просили передать привет из телевизора. Естественно, в рамках новостей я этого сделать не мог. Но сегодня другой случай, поэтому привет всем. Мне осталось сказать только спасибо своей маме, сестре и жене. Ну а моя дочь всегда просила передать ей привет. Раньше это было нельзя, но сегодня, видимо, можно все. Ариночка, привет. Но у меня был свой секрет работы. Практически каждый материал для вас я готовила с улыбкой, которую, надеюсь, вы еще увидите. Правда, на другом канале. Я уверена, наша история на этом не закончена. Мы обязательно еще увидимся. Земля круглая, хотя некоторые каналы в этом сомневаются. Вы знаете, я не буду отступать от традиции. И напоследок скажу вам, как всегда. Спасибо, что вы смотрели наши новости. Новости Тель Объектив. Удачи. Все. Окунитесь в мир ночного комфорта и уюта с продукцией фабрики «Мелодия сна». Совершайте покупки в фирменных салонах фабрики и в сентябре получайте до 30% скидки в подарок. Звоните. 253-00. ТРК «Хэппи Молл». «Мелодия сна». Яркие эмоции. Здоровый сон. Торговая сеть «Пятерочка» приглашает на работу продавцов-кассиров, заместителей директоров и директоров магазинов. Звоните. 8 800 222 55 57. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова